Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео продолжаем рассматривать резание пластинчатыми ножами. И сегодня рассмотрим зависимость параметров резания от скорости внедрения инструмента. Из литературных источников установлено, что нет единого понятия параметры резания. Однако наиболее широко в качестве параметров этого процесса используют работу и усилие резания. В дальнейшем приняты два параметра. Удельная работа, то есть работа отнесенная к единице площади вновь образованной поверхности и максимальное удельное усилие резания, то есть усилие отнесенное к единице длины режущей кромки. Усилие резания изменяется по мере внедрения ножа в разрезаемый материал. Для инженерных расчетов важно знать максимальное усилие, так как оно и будет служить исходным для прочностных расчетов режущих устройств. Рассмотрим изменение усилия резания при внедрении гильотинного ножа в разрезаемый материал. Для разных материалов зависимость усилия резания от глубины погружения разная. Так при резании высокополимерных материалов с волокнистой структурой, например кожи, установлено, что усилие в начальный период резания возрастает, достигает своего максимального значения и далее резко снижается. Это падение усилия объясняется появлением опережающей трещины в материале. Изучая процесс резания карамельной массы, было установлено, что в первоначальный момент внедрения ножа усилие резания возрастает линейно, затем достигает максимального значения и далее падает, что также объясняется появлением опережающей трещины. На осциллограммах было получено несколько ступенек, которые характеризуют накопление величины деформации и течение, разрушение небольшого слоя материала по мере внедрения ножа. Был исследован процесс резания охлажденных конфетных жгутов на экспериментальной установке. Разрезание жгута осуществляли при возвратно-поступательном движении ножа или струны со скоростью резания от 0,003 до 0,35 м в секунду с одновременной записью на осциллограмме усилия резания, далее оборота вала электродвигателя 1,2 или 1,16 и времени 1,10 или 1,00 секунды. От электродвигателя 1 постоянного тока через муфту сцепления 4 вращение передается валу 5, на котором неподвижно закреплен винт 6. Винтовая пара винт 6, накидная полугайка 7 приводит в горизонтальное движение в неподвижных направляющих каретку 8. Каретка 8 перемещает пазовый кулачок 9, в паз которого входит ролик 10. К ползуну 11 консольно крепится балочка 12. На конце балочки укреплен нож 13 или струна. Разрезаемый материал укладывался на опору и его перемещение ограничивалось упором 14. Включение движения режущего инструмента осуществляли рычагом 15, обратный ход вручную. Скорость резания изменяли регулированием частоты вращения вала электродвигателя и смены винтовой пары 6,7. На валу электродвигателя неподвижно укреплены диски 2, в пазах которых установлены диэлектрические пластины, которыми первый диск разделен на 2, а второй на 16 равных частей. К цилиндрическим поверхностям дисков прижаты стальные токопроводящие пластинки 3, что позволяло записывать на осциллограмме 1,2 или 1,16 оборота вала электродвигателя. Протяжку бумаги осциллографа осуществляли включением в цепь электродвигателя подачи бумаги двух концевых выключателей. Один из которых нормально разомкнут, устанавливается на каретке и замыкает цепь при движении рычага включения с некоторым опережением, которое регулируется гайкой. Другой концевой выключатель нормально замкнут и размыкает цепь при входе режущего инструмента в массу на заданную глубину. Момент размыкания регулируется передвижением концевого выключателя в ту или другую сторону от рычага каретки. Питание и регулирование частоты вращения вала электродвигателя постоянного тока включает в себя лабораторный автотрансформатор выпрямитель, состоящий из восьми кремниевых диодов пуска регулирующего реостата. Торировку шкалы автотрансформатора проводили путем ступенчатого переключения ползунка при одном положении контакторов пуска регулирующего реостата и замеров частоты вращения вала электродвигателя тахометром. Блок схема электронных приборов или экспериментальной установки для исследования процессов резания представлено на экране. Переменный ток напряжением 220 вольт через стабилизатор напряжения подавался на блок питания усилителя на отменчик времени, а также на блок питания осциллографа. Тензометрический усилитель, состоящий из генератора тока высокой частоты, усилителя и демодулятора служат для питания, преобразования и усиления датчика усилий резания. Датчик усилий резания состоял из четырех проволочных резисторов базой 20 миллиметров, соединенных в мостик. Вне зависимости от усилия резания два датчика испытывают растяжение, а два других – сжатие. Преобразованные сигналы датчика усилий резания подавались на один из шлейфов осциллографа, а два других шлейфа – сигналы отметчика времени и датчика долей оборотов электродвигателя установки. Отформованные и охлажденные при температуре воздуха 6 градусов Цельсия в течение 9 минут жгуты брали с производственной линии, в лаборатории определяли процентное содержание жира и влаги, производили замеры поперечного сечения жгутов и величину скалывания. Испытываемые образцы укладывали на неподвижную опору и разрезали ножом или струной при скорости резания от 0,004 до 0,2 м в секунду при трех положениях жгута в период резания, без ограничения осевого перемещения с двух сторон, с односторонним ограничением осевого перемещения жгута, с двухсторонним ограничением осевого перемещения жгута. Проводили оценку качества среза по величине скалывания и частоте поверхности. В зависимости от исследуемого фактора процесса резания устанавливали соответствующий режущий инструмент нож или струну с измененными геометрическими размерами, толщина ножа и диаметр струны, угол заточки ножа и тому подобное. Опыты проводили на конфетной массе, приготовленный по рецептуре конфет-теннис, содержание жира около 30%, влаги 2,2 плюс-минус 3% и конфет-парус, содержание жира 29,6%, влаги 1,3%. В результате проведения экспериментов по разрезанию ножом или струной получали осциллограммы с записью усилий резания, частоты вращения электродвигателя и отметки времени. Работу сил резания определяли методом планиметрирования осциллограмм с последующим пересчетом по масштабам перемещения ножа и усилия резания. Удельные усилия резания определяли как отношение максимального усилия резания к единице длины режущей кромки ножа. Удельную работу резания находили как отношение работы затрачиваемой на разрезание к единице вновь образованной поверхности. Для установления зависимости удельных усилий и работы резания от нескольких факторов, скорости резания, толщины ножа, температуры, массы и т.п. применяли многофакторный регрессионный анализ. Испытываемые образцы резали без ограничения осевого перемещения с ограничением с одной, а затем с двух сторон. На рисунке показана зависимость усилия резания от глубины входа ножа в массу в зависимости от накладываемых ограничений. В результате анализа полученных данных выявили, что при отсутствии ограничения осевого перемещения жгута усилие резания растет и в точке 2 достигает максимальной величины p2 в ньютонах, которая зависит от его скорости. Эта зависимость с достаточной точностью с ошибкой до 5,4 процента определяется уравнением. На участке 2,3 усилие резания медленно уменьшается, это объясняется появлением трещины в разрезаемом материале. В точке 3 происходит разрыв оставшейся части разрезаемого жгута, скалывание. Усилие резания при этом резко падает. Величина h3 постоянно для скорости резания больше 12 сотых метров в секунду. Величина скалывания 13-h3 равно 8,5 миллиметров. Не зависит от скорости резания. Удельная работа сил резания, а удельная в джоуль на квадратный метр выражается уравнением. При ограничении осевого перемещения разрезаемого жгута с одной стороны максимальное усилие резания определяется формулой. Величина скалывания не зависит от скорости резания. В точке 3 усилие резания резко падает, далее остается постоянным и направлено на преодоление сил сопротивления боковой поверхности ножа и заглаживание сколовшейся поверхности. Удельная работа сил резания определяется уравнением. При ограничении перемещения жгута с двух сторон максимальное усилие резания определяется по уравнению. При h больше 7,5 усилие резания из-за трещины несколько уменьшается, скалывания отсутствует. Зависимость максимального усилия резания Pmax и удельной работы А удельная от скорости резания представлена на графиках. Удельная работа сил резания описывается уравнением. Приняли максимальное усилие резания и удельную работу при ограничении фиксирования разрезаемого образца с двух сторон за единицу. И определили значение коэффициентов при ограничении перемещения образца с одной стороны это 0,96 и 0,69, а при резании без ограничений 0,83 и 0,35 соответственно. Из сказанного следует, что максимальное усилие резания и удельной работы имеют наименьшее значение при резании образца в незафиксированном положении, однако качество среза получается неудовлетворительным из-за наличия опережающей трещины в материале. Изменение скорости резания на качество среза влияния не оказывает. Резкое снижение усилия резания наблюдали при скорости около 0,005 метров в секунду. Усилие резания, отнесенное к 1 метру лезвия ножа, находится в пределах от 1200 до 4600 ньютонов, деленное на метр. Удельное усилие резания для мороженых мясопродуктов составляет 20-30 кН на метр, для голов 30 кН на метр. При скоростях резания рыбы от 5,8 до 14,5 метров в секунду удельные усилия не изменяются. Установлено, что с увеличением скорости резания материалов с волокнистой структурой силы сопротивления возрастают и объясняются запаздыванием, упругой и пластической деформацией. Экспериментально получены значения удельных сопротивлений резания мыла, которые находятся в пределах от 350 до 830 ньютон, деленное на метр. Из этих данных видно, что параметры резания зависят от свойств обрабатываемого материала. При обработке пластичных продуктов основная часть энергии затрачивается на пластические деформации, а при обработке хрупких материалов возрастает роль поверхностной энергии. Пищевые материалы сложные в реологическом отношении тела. Кроме того, их характеристики значительно изменяются под воздействием температуры, условий хранения, времени и так далее. Было исследовано влияние температуры продукта на процесс резания на примере резания ореха, содержащих конфетных жгутов пластинчатым ножом. В линиях для производства мягких конфет основной машиной является непрерывно действующий формующий пресс, который в зависимости от вида накнетателя может быть шестерённым, шнековым, волковым, поршневым. На этих прессах получают отформованную массу в виде бесконечных жгутов или лент. Форма их поперечного сечения определяется формой отверстий матрицы, через которую продавливается перерабатываемая масса. Ленты формуются при выдавливании через щелевидную массу или на размазанных машинах. Проведённые исследования процесса резания паралиновых масс показали, что устанавливать режущее устройство после охлаждающего шкафа нецелесообразно, так как во время охлаждения жгуты растрескиваются и при резании появляются отходы в виде крошки. Растрескивание жгутов обусловлено тем, что выпрессованная вязкая масса достаточно прочно прилипает к ленте транспортера и при охлаждении в ней возникают температурные напряжения, превышающие предел прочности хрупкого жгута. К тому же охлаждённый жгут легко разрушается при перегибах и поперечных смещениях транспортера. Эксперименты проведён на установке гильотинного типа показали, что при постоянной нагрузке на нож продолжительность резания уменьшается по мере охлаждения массы. Резание жгута охлаждённого на всю глубину сопровождается скалыванием, поэтому срез получается неровным. Резание жгутов паралиновых масс можно и следует проводить после образования поверхностного охлаждённого слоя, что приведёт к увеличению теплоотдающей поверхности массы примерно на 20% и улучшит качество изделий. Был исследован процесс резания конфетных охлаждённых жгутов на экспериментальной установке. Определена зависимость параметров процесса резания от температуры жгутов при температуре 10, 16, 20, 24 градуса Цельсия, при скоростях резания от 0,02 до 0,3 м в секунду. Резание осуществляли ножом толщиной 0,9 мкм без заточки. В результате получили осциллограммы изменения усилий резания при различных скоростях резания и температуре жгутов. Удельное усилие резания можно рассчитать по формуле. Установлено, что температура разрезаемых жгутов существенно влияет на параметры процесса резания. Например, при изменении температуры от 10 до 29 градусов Цельсия удельное усилие резания уменьшается в два раза. Таким образом, выбор способа и скорости резания следует проводить исходя из характеристики разрезаемого материала. Обоснованное решение этой задачи обеспечивает качественный срез при наименьших затратах и при минимальных отходах продукта. В этом видео мы с вами рассмотрели зависимость параметров резания от скорости внедрения инструмента для резания пластинчатыми ножами. Благодарю вас за внимание! Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, а в нем все уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с тем, кому оно могло бы быть интересным. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам успехов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok